Я брал себе псевдоним. Страсти, претензии, обиды, они просто напрочь отрезаются. В Чечне погибло 15 солдат. То есть все грехи сваливать на Кавказ, они вдруг стали главными врагами. Да, ну потому что Кавказ защищает честь страны. Я вдруг ощутил, что мне комфортно в Москве. Вот это вот общая прессинг, ксенофобия, кавказофобия. Завтра мы не уедем к себе домой. Нормальное дело, нормально будет. Такая неловкая пауза и... Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей. Ребята, салам алейкум, добрый вечер. Алейкум салам. Кавказ снова в фокусе внимания. Из-за того, что на митингах обозначились выходцы из Кавказа. Вся Россия слилит за их судьбой. И я хотел бы тебе, Кантемир, задать вопрос. Вообще, кавказцы в Москве, какой путь эволюции прошли на общественном и политическом поле? То есть, сначала, после двух войн в Чечне, кавказцев здесь не воспринимали. Было отторжение страшное. Ребята не могли найти работу, не могли прописаться, не могли снять квартиру. За этот период что изменилось? Какие этапы ты видишь в эволюции положения молодого поколения кавказцев в Москве? На самом деле, многое что изменилось. Действительно, здесь можно разбить все это время на несколько этапов. Первый этап – это, конечно же, период двухчленских кампаний, когда отношение к кавказцам в Москве было резко негативное. Ну, потому что официально на уровне государства, по всем телеканалам стояла задача демонизации чеченцев, как врагов. Прямо задача стояла? Ну, если ты помнишь, что показывали по Первому каналу, как рассказывали про бандитов, боевиков, террористов, про сводки с первой и со второй чеченской кампанией, что сегодня в Чечне погибло 15 солдат. И это каждые новости, я помню, начинались с таких сводок. Естественно, как ты думаешь, как это будет восприниматься? Была куча передач про бандитов, террористов, кавказцев, чеченцев. Там подспудно говорилось, что не все они такие, но, конечно же, понятно, что шло. Да, это имело место быть действительно, потому что сначала нужно было демонизировать, чтобы оправдать эти военные действия. И все-таки в двух чеченских кампаниях достаточно жесткие вещи творились, и это просачивалось в информационное пространство, этому нужно было искать какое-то оправдание. Как страна ушла от этого? Что произошло? Ну, было понимание, я думаю, у руководства еще в начале 2000-х, что, в принципе, нужно отходить от этого, чтобы построить единое мощное государство, одно гражданское общество. Страна не может раскалываться противоречиями, и эти линии разлома нужно постепенно преодолевать. Все понимали, что это не будет быстро, потому что то поколение солдат, которые там воевали, и те люди, которые видели все эти ужасы, они быстро про это не забудут. Ну, и какое-то время, я думаю, было удобно иметь в качестве козлов отпущения, там, кавказцев. То есть все грехи сваливать на кавказцы и объяснять все беды России тоже. Поэтому второй этап, это когда закончились две чеченские кампании и началось выстраивание такой мирной жизни в Чечне, в целом на Кавказе, а он характеризуется уже меньшей агрессией, уже на телевидении сократилась вот эта вот антикавказская пропаганда, но все равно вот кавказцы использовались в качестве объекта манипуляции, чтобы, как вот ты говоришь, канализировать негативную энергию. И появилось огромное количество средств массовой информации, правозащитных организаций, общественных организаций, которые эксплуатировали тему защитников русского народа, защитников там нашего государства от варваров всяких. Они ее долго эксплуатировали, и на выборах были политические силы и партии, очень известная партия Жириновского, которая буквально недавно усилием прокуратуры и руководства страны она отказалась от этой риторики, а так она все выборы активно эксплуатировала это. Соответственно, второй этап, я думаю, он продлился после окончания начала 2000-х Чеченской кампании до событий на Украине. Украинская повестка, мне кажется, кардинально изменила наш информационный фон, вообще ситуацию в стране политическую. Почему? Потому что все вот эти либеральные, провокационные средства массовой информации, все эти общественные, правозащитные организации, да и провокационные политические силы, они переключились на украинскую тему. Соответственно, целенаправленно никто в стране не разжигал ненависть к кавказцам, мигрантам. И у нас буквально за год-два стало потепление. У нас не просто общество и СМИ переключились на украинцев, да, они вдруг стали главными врагами. Но и вдруг простые жители увидели, что кавказцы тоже готовы умирать, погибать и воевать за интересы украинцев. Совершенно верно. Здесь умелое, я хочу отдать должное и умелой политике Рамзана Кадырова, который стал себя позиционировать, не стал позиционировать, а предпринимал огромные усилия, как защитник русского народа. И его усилия по высвобождению заложников и беженцев в Сирии, в Ливии. Все же это помнят, это активно освещалось в СМИ. И это было воспринято русским народом, как такой сигнал положительный. В том числе его заявление по ситуации на Украине, на Донбассе. Все это сыграло положительность в целом на кавказцев. И еще, мне кажется, большую роль в этом сыграло развитие в целом информационного общества, социальных сетей. Посредством социальных сетей мы стали ближе друг к другу. Нет той пропасти, как было 10-15 лет назад, когда приезжие с Северного Кавказа, молодежь, которая никогда не видела молодежь других субъектов, центрально-черноземная зона или по Волжье, Сибири, они вообще были друг к другу малознакомы и мыслили разными категориями. Ну и сейчас, честно говоря, на фоне волны протестов я вижу, что в силовой среде преодолен этот раскол и отчуждение, вспомнить хотя бы Магомеда Нурбагандова. В силовой среде практически исчезло это противопоставление друг к другу. И то же самое сегодня мы наблюдаем в среде молодой и креативной молодежи, и в том числе протестной молодежи. Я думаю, что здесь важный момент, что Кавказская повестка смогла пробиться в авангард федеральной повестки. Я имею в виду спорт, кавказские достижения в спорте, ММА, которая стала популярна в это время, в целом кавказская вот эта культура, ее популяризация, оно в этих, в элитах, в информационном пространстве набрало определенную популярность и россияне больше узнали про Кавказ, а не про… Взять хотя бы интервью у Хабиба на Первом канале, ему просто в прайм-тайм. Я сам изнутри Первого канала чувствовал отношение, уважительное отношение к Хабибу. Со стороны даже Кирилла Клейменова, который возглавляет информационную службу. То есть, ну, просто чуть ли не как старший брат к младшему относились и говорили, мы готовы вот любую его инициативу поддержать на Первом канале. Ну, потому что Кавказ защищает честь страны на международной арене, в такой престижной организации, как UFC, Хабиб. И вот это все тоже, я думаю, повлияло. Ну, и стоит назвать и нашего Абдул-Рашида Садуаева, и братья Халмурзаева, и прочие кавказские олимпийцы, спортсмены, которые сделали нас ближе. Вот, и поэтому, как бы, я хочу сказать, что кавказский юмор, кавказские шутки, какая-то вот эта история, она стала понятна всем. Вот я помню, 10 лет назад, если я встречался с ребятами, как-то пытался пошутить там, специфично по-кавказски, не понимали просто. А сейчас вот эти темы там, нормально дело, нормально будет. Сейчас и русские ребята много так шутят, понимаешь? Это общее стало. Салам пополам. Да, салам пополам. Эти вещи, они стали общими, не только чисто кавказскими. Это сформировалась такая культура, которая впиталась, молодежная, которая впитала эти вещи. Знаешь, я заявил после Рамадана, не тот, который был в пандемию, а до него был Рамадан, я вдруг ощутил, что мне комфортно в Москве, как верующему человеку, как мусульманину, как кавказцу. Мне стало предельно комфортно. Я пожил и в Европе, я читал лекции в США, я пожил и на Ближнем Востоке. Но мне сейчас в Москве стало комфортно. Почему? Потому что я, будучи гражданином Российской Федерации, нахожу здесь огромное количество мест, где я могу провести досуг с семьей. Появились центры, детские и образовательные центры, появилось большое количество халяльных кафе, появилось большое количество национально-культурных организаций, мероприятий, творческих вечеров. Я живу здесь полноценной жизнью и кавказца, и мусульманина, и в то же самое время полноценного гражданина Российской Федерации. У тебя такое ощущение есть, скажи мне, пожалуйста? И когда оно сложилось? Ощущение тревоги, напряженности, когда оно ушло? Ну, оно начало уходить еще, я вот скажу, в 13-14 году, еще до того, как у нас наметился вот этот перелом. Я понимал, что мы все равно с этим справимся, потому что я-то этим занимаюсь профессионально, я же взаимодействую с ответственными государственными чиновниками, ответственный за эту политику. Я же понимал настрой чиновников, государства, что это не есть норма, я понимал, что есть провокаторы, и я тогда понимал, что это не общая позиция к нам, что общая позиция, она другая. При этом проблем куча, перегибы на местах, какие-то отдельные чиновники, ксенофобы, они есть, но общая позиция, государственная политика, она другая. Пока она возобладает, нужно время, и я думаю, что я уверен был, что она как бы возобладает. И когда я только для себя это понял, конечно, мне стало гораздо комфортнее, что это вот общий прессинг, ксенофобия, кавказофобия, это не общая государственная повестка и не общая позиция. Но вспомнить хотя бы уфимские тезисы Владимира Путина относительно социализации ислама, что ислам должен как бы вписаться в ткань российской культурной и социально-общественной жизни, понятно было, что должно пройти какое-то время, пока это произойдет, но сейчас опять-таки не все, конечно, гладко, но процесс идет. Безусловно, и это не говорит о том, что сейчас уже нет проблем, мы живем в обществе всеобщего благоденствия, есть по сей день кавказофобия, отдельные чиновники там, националисты кавказофобии, все, но гораздо меньше, чем раньше, и ситуация лучше. Гаджи, хотел следующий вопрос задать тебе, ты как руководитель, учредитель, руководитель агентства недвижимости, ты имеешь возможность замерять экономическое поведение, то есть активизацию на экономическом поле выходцев с Кавказа. Вот те проблемы, с которыми сталкивались кавказцы при аренде жилья, это же пресловутая проблема, которая, я не знаю, кем только не обсуждалась, да, это индикатор, это маркер того, как в обществе относились к выходцам с Кавказа. Сегодня эта проблема, она сохранилась, сдаю жилье только для русских, кавказцам просьба не обращаться. Ну, хочу сказать то, что на данный момент больше спрашивают, кто будет проживать, то есть это семья или это какие-то отдельные парни или девушки, и если мы говорим то, что будет проживать семья там, то в принципе проблемы нет. Если мы говорим то, что данные квартиросъемочки, они работают, они имеют какой-то уже опыт жизни в Москве, они готовы соблюдать договоры, они знают основные принципы и требования между арендатором и арендатором, то диалог складывается уже после первого просмотра. То есть если раньше мы даже не могли прийти посмотреть квартиру, просто спрашивали, кто, откуда, мы перезвоним, более мягко звучало, то сегодня можно сказать, давайте мы познакомимся, если вы скажете нет, то мы абсолютно уйдем, но после того, когда мы приходим, начинаем беседовать, нас видят, спрашивают, а где вы работаете, а чем вы занимаетесь, то очень часто бывает даже то, что и услуги какие-то приобретают у своих квартирантов. На сегодняшний день можно смело сказать то, что мы идем в нужном направлении, да, действительно среди каких-то там отдельных собственников бывают какие-то еще радикальные меры, да, но намного-намного меньше же встречают. Я думаю, что в огромной степени еще на изменение отношения к кавказцам со стороны квартироздателей повлияло большое количество мигрантов, выходцев из Средней Азии, которые ну просто заполнили весь этот московский жилищный фонд, им же нужно было где-то селиться, особенно вокруг там рынков, там фуд-сити, там садоводы и так далее. Естественно, все, альтернативы нет, им все равно придется сдавать квартиры. На их фоне кавказцы просто уже, ну, как бы воспринимается совсем как свои. Ну, во-первых, ответственность, да, у нас ведь договора заключаются гражданские, правовые и ответственность даже заключает договор с россиянином, ведь в первую очередь мы являемся гражданами России, да, и у нас есть паспорт, да, и завтра мы не уедем к себе домой, да, в свою страну и где нас потом искать, в любом случае, то с кавказцами немного по-другому. Да, у нас есть договоренности, это количество проживаемых лиц постоянно, о сроках, о правилах эксплуатации, об ответственности. Также я хочу очень сильно затронуть одну неважную тему, которую очень мало говорят, это политика, которой начали пользоваться крупнейшие сайты, как Авито, ЦИАН, все сравнения по расовому признаку, религиозному, они автоматически отклоняются на уровне модерации. Интересно. То есть, если вы видите то, что в объявлении имеется славянская внешность или какие-то другие религиозные признаки, признаки политические, вы можете сразу нажать на то, что данное объявление соответствует требованиям сайта, это объявление автоматически снимается. То есть, появление нового уровня вообще сервиса, вот эта автоматизация, цифровизация, она привела к тому, что все эти человеческие страсти, претензии, обиды, они просто напрочь отрезаются. Совершенно верно. Высокий век технологий, если раньше это подавалось как-то в газетах, и это было тяжело отследить, газета вышла, ее уже нельзя пойти и порвать, то на сегодняшний день для того, чтобы разместить объявление, чтобы оно было там в тренде, в топе, нам заплатить деньги. Да, если мы берем какие-то регионы, да, крупнейшие сайты делают это бесплатно. Если мы берем города-миллионники, то все объявления платные, надо платить. И легче уже работать с тем, что есть, и выстроить грамотный диалог. А те люди, кто сдают квартиру, в основном они не работают. Сдача квартиры является единственным источником доходов. А простой даже на неделю-две для них уже очень существенный. Я, кстати, заметил, что самая первая ниша, где начало исчезать вот это вот национальное противостояние, предубеждение, это офисы крупных компаний, где был запрос на качественную рабочую силу, на персонал, а кавказцы, как очень амбициозные ребята, они быстро-быстро-быстро набирали необходимые компетенции и уже все, никаких национальных противоречий в офисах больших компаний быть не могло, потому что там играла роль экономическая целесообразность, то есть получение прибыли и максимизация эффективности. Сейчас я хотел бы переключиться с рынка аренды на рынок купли-продажи жилья, потому что я вижу по своим знакомым из Дагестана, из Ингушетии, из Чечни, что они много лет работали у себя в регионе, они даже не переезжали в Москву, как мы, но даже они сегодня приезжают в Москву, чтобы покупать московское жилье. Я хотел бы спросить, отслеживаешь ли ты такой тренд, что московское жилье начинает скупать уже люди, проживающие в регионах, на Кавказе. Как давно это началось, дорого ли это, могут ли они себе это позволить и говорит ли это о повышении уровня достатка вообще кавказского населения? Ну, я могу сказать твердо, что последние три года основными требованиями, если мы не брать именно тех, кто постоянно проживает в Москве, а именно тех, кто с регионов, чаще всего ставят передо мной следующие вопросы, это во что лучше инвестировать, то есть какие новостройки. Более того, если, допустим, первое время это была просто хорошая квартира, то сегодня спрашивают, а как скоро откроется метро, а какие есть рядом парковые зоны, какие есть вообще культурно-массовые центры. Я чаще уже задаётся не более квартир, а под какие именно требования, потому что бывают такие, кто спрашивает там, то есть приобретаем жилое, можно ли делать нежилое, то есть данный жилищный фонд соответствует требованиям вообще перевода с одного в жилое, нежилое, то есть именно запрос, он растёт не просто хорошая квартира мне нужна для того, чтобы там деньги наши не пропали, учитывая там инфляцию ежегодную, но и для того, чтобы инвестировать, начинают понимать, что жильё в Москве, оно стремительно растёт в цене. То есть они уже вкладывают не просто для того, чтобы обезопасить свои сбережения, а для того, чтобы эти деньги выросли ещё, то есть они уже, уже и логика поменялась, насколько я понимаю. Я могу привезти село Загистана, Харбук, которые… Оружейники. Оружейники, да, и московский микрорайон, который относится к городу Москве, я знаю, по крайней мере, 7 семей, которые хотят только в этом микрорайоне приобретать жильё, потому что у них там есть уже своя агломерация, у них там свои семьи, они с друг другом дружат, они коммуницируют, у них дети сходят в одни школы, и сам вопрос даже, я вам предлагаю что-то другое, на сегодняшний день сам район очень вырос в цене, то есть если он находится в МКАДа, в этой же ценовой политике можно купить квартиру внутри МКАДа. Мне говорят, нет, у нас там у брата, у сестры ходят дети в эту школу, мне будет спокойней, даже несмотря на то. Я первую эту логику заметил у ингушей, которые силились в районе Коньково, на юго-западе, вот, большая община ингушская там живет. Скажи, пожалуйста, к тебе, как к специалисту на рынке недвижимости с кавказским именем и с кавказской фамилией, отношения со стороны клиентов сейчас какое? Это тоже важный индикатор. Скажу, как есть, скажу, как есть, если брать последние пять лет, как я обращался с клиентом, то есть они сначала тебя не видят, ты звонишь по телефону, предлагаешь услуги своей организации, то я брал себе псевдоним. Я открыто, честно говорю, то есть представлялся, говорил организации, говорил об условиях после того, когда человек, я прислался, Роман, да, честное слово, как есть, говорю, даже при личной встрече, я говорю, ничего страшного, Горького тоже был псевдоним, от этого меньше разве кто-то стал любить, такая неловкая пауза, но любой диалог после того, как ты показываешь квалификацию, специальность в данном вопросе, у собственников жилья, у клиентов сразу, они переключаются именно на то, чем ты их фокусируешь, то есть грамотно расставленные вопросы, хорошо подобранная подборка квартир, то есть что ты им предлагаешь, если они верят, что ты им предлагаешь действительно то, что они хотят, то и отношение к тебе резко меняется. На сегодняшний день, звоняя, сразу говорю, я Магомедов Гаджи Пашаевич, руководитель агентства, у меня для вас есть хорошее предложение. Да, бывают некоторые кладут сразу телефон, но некоторые говорят, вот, удиви меня, и приходится удивлять. Гаджи, я кантемиру тоже этот замечу, я как отец большой семьи, глава большой семьи, естественно, я многое прохожу по поликлиникам, но я сейчас везде вижу, вот то же самое, что видят москвичи. Ты приходишь в любую поликлинику, 30% имен это кавказцы, 30% имен, просто какой-то массовый выброс, в том числе на рынок специальностей медицинских кавказского населения. И уже даже со Средней Азии, вот наш лор в нашем районе, он узбек, пожалуйста, и таких сегодня имен, кавказских, среднеазиатских, огромное количество. И я вижу, как в каждой нише идет постепенное привыкание местного населения к тому, что рядом живут выходцы из национальных республик. Не говоря уже об узбекском, азербайджанском общепите, которое полюбила уже вся Москва. Я вас искренне благодарю, у нас была очень интересная дискуссия, мы вернемся еще к этой теме. Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей. Субтитры создавал DimaTorzok Добавляем. До новых встреч! Добавляем.